Валерий Костянович, хочу пару слов о первых сетях. Это Алексей. Видите, не стираю адреса. Есть люди, которые не боятся публичности. Написать, косточки покупал у вас. Сеял косточки с осени, из 10 взошло 7 без пересадки. И вот хочу поделиться об ходе. Такого чуда я не видел. Мощнейший рост, на мой взгляд, фотообложений. Конечно, про трубы вы не похвалите. Но на них сетки были надеты, чтобы дети не затоптали. А, уже боится меня. Рост дичка 128 сантиметров, первый класс. За лето выросли. А где, а, минуточку. Э, это уже следующее. Так, стареем, братцы. Вот тут вот должна быть фотография. Ну, ладно, верьте на слово. За лето вырос, красавец, 140 сантиметров из косточки. На зиму закрыл по методу Сернобаева. Теперь смотрю на теплище метод от Ладенкова. Буду пробовать, но уже в этом году все косточки персика уже проданы. А в следующем году не будет, у меня не вырожай. Человек еще хотел у меня купить. А, вот кто. Мезюнов Олег. Мой адрес. Брянская. Дальше адрес не стал писать. Неуполномочен. Вот. Ну что. Пока у него все получается. То есть из моих десяти косточек получилось семь мощных деревцев. Ну, согласитесь. Вот. Вот. И я еще вынужден сказать, потому что Бродским нажался на одну даму. Смотрите, тут у меня семь из десяти красавцев. Так. Он взял, рассказывает мне. Сам-то я леживой. Вынужден сказать. Одной даме. Выслал. За деньги, наверное. Да, за деньги. Выслал восемьсот косточек персика. У нее взошло четыреста десять. Я даже записал себе, чтобы не забыть. А триста девяносто, значит, не взошло. По-моему, я сразу, когда он сказал, господи, да я бы ее поздравил, рассказал, какая она умница, какой у нее результат. Это четыреста десять персиков, практически неукрываемых. Ну, то есть, это еще зависит от других свойств. То есть, укрывать, не укрывать. Но, это успех грандиознейший. Что вы думаете? Довела у него этот самый, у него гипертонический кризис. Я не говорю, что из-за нее. Но если человек звонит и звонит и говорит, верните деньги за триста девяносто невзошедших. Это при том, что у нее сенсация, у нее за один раз огромный персиковый сад. Вы представляете, в каком мире мы живем? А теперь представьте себе, что Мезинов Олег, мой друг, потребовал меня, чтобы я вернул ему... Так, почему я их продавал? По пятьдесят рублей. Чтобы я ему вернул сто пятьдесят рублей за три невзошедшие косточки. Вот. Был у меня такой случай, но это ладно. Но когда она потребовала вернуть деньги за триста девяносто невзошедших, вместо того, чтобы благодарить его. Вот так вот в таком мире мы живем. Здравствуйте, в старом саду собрал сегодня земли груши. Можно ли в дальнейшем использовать как подвой? Имеют ли они что-то общее с уссурийской грушей? Заранее благодаря за ответ. Вот они, грушки. Значит, вот я когда изучал, ознакомился, там полтора десятка деревьев в откручившемся, задичавшем саду. Дикие. И огромные деревья, которым уже 40 лет, а может и больше. Вот съеду вот такие же груши. Когда я их перенес и начал выращивать в своем саду, они получились у меня вот такие. Это еще не это, не испорченное этими... То есть еще ни... Слово испорченное не годится. Знаете, я когда обратился к Байковой, я с ней дружу, вот, и еще к Дускобилову. Я говорю, мне хочется, мне надо сравнить. У меня настоящая саду собрал груши, дикие. А какими пользуется наука? А тут же рядом Жабакан, институт, тут же рядом ГСУ, еще ближе, это Шушенский район, вот, Байкова, директор. А у них, они гибридные. Я бы начинал, господи, а что же они дикие? А действительно, они не могут быть дикими. Пожили в культурном саду, и все. И вот, значит, когда вот, я вижу, что? Мелкие, да, на них годятся. Какая у них совместимость? Вот вопрос. Помните, выше был этот, на длинном еще это, на длинном штампе, я говорю, что несъедобные мы пробовали с, это, с Авеничей и Руссанной, да? Попробовали несъедобные. А привезли-то их, а подвой мог испортить? Мог. А длинный штамп мог испортить куст? Да, мог. И вот что я скажу? Да, это уссурийская. Не, не знаю. Вот. Уссурийская у меня такая, и у меня, может, на другом вебинаре покажу. У меня, я еще искал, у меня фотографий уже, по-моему, не тысячи. Нет. Тысячи это много. Десятки тысяч. Вот. И я не смог найти фотографии, которые я сделал, я прямо со страницы книги Мичурина. Вот. Чтоб доказать, что моя, это истинная, истинная уссурийская. Тогда вот это какие? Не смог ответить на вопрос. С ними надо работать. Если вы где-то их раздобыли, представляете, ждет судьба, как меня. А как? Семечки вырастить, привить, посмотреть приживаемость. А может, они испортят вкус, может, у них будет очень низкая приживаемость, низкая биологическая совместимость. Мне просто повезло. Единственный вид, который я не занимался. Вся эта культурница, груша. Вот. Все это привито только на уссурийке у меня, у тебя Набаева. Вот. И все сладкие. Так, Валерий Константинович, получили посылку. Огромное спасибо за автограф. Книга замечательная. Очень рада, что ее заказала. Прекрасная полиграфия. Это не ко мне, это троцелка. Я сам не ожидал, что молодой парень, 26-27 лет. Он этот самый студент. Ну, работает где-то там банки, подрабатывает, перерабатывает. Вот. И вот он это сделал, эти книги. В общем, получается, польза какая. Загорелся, да, чудесный сад. Не хуже, чем у вас. Вот какие амбициозные. Обнимаем. Долгие здоровья. Ну, что я скажу. Наталья Колесникова. Вот. Следующее письмо. Вот это мне понравилось чем? Здравствуйте, Олег Костинович. Привет вам из Росслава Владимирова. Так, сейчас, блоточек. Посылаю фотографии привыки 17-го года. На сливу. Это было недавно, получается. На сливу вашего черенка Фаина. На сливу. К сожалению, в этом году получился один плодик. Крутых. Это уже гироградезный успех. Было первое отсветение. На данный момент делится все плодовая почка. Плод довольно-таки крупный. Но пока еще не срывает. Кто-то начал попробовать. Еще попробовать. А это такое дело. Чуть провороните, вместо вас едят. Даже бабочки едят. Толпами. После чего я закрыл его сеткой. В этом году тоже свел академик. Но ни одного плода не получилось. Бог даст, если в следующий год будет удачным. В этом году появил еще четыре ваших сорта. Вот. Вот этот забор мне нравится. Так же, как у меня. Есть здесь забор севера. Здесь микроклимат. Вот. Ну, а что касается Фаина. Наверное, Фаина. Они каждый раз меняются. Плывут сорта. Почему я и пришел к выводу. Когда одна школа побежала в другую. Я читал, по-моему, Миронова. И вот он пишет. Огромное количество. Там сотни ученых работали. Они не просто работали на ветвитинговизации. То есть тогда это было как истина. Привил. Подвой повлиял. Ну, тот же принцип. Это я придумал такой принцип. Папа блондин, мама варенетка. А сын рыжий. Вот. То есть. То есть действительно изменения страшные настолько, что. Причем очевидные. Приходят новые люди. Этих все. Кого? В Сибирь. Лес валить. Кого? Это. Еще подальше посылали. Победили. Ура. Говорят. Нету никаких гибридных гибридов. А что не будет-то? Вот он. Видите. Это уже снова. Он уже на Фаину не похож. Ну, это же здорово. Ведь они же не портятся. Они видоизменяются. Ну, и прекрасно. И мне вот это. Вот я разрешил этот дикий спор. Да. Одна школа уничтожила. Другой. Пришли в власти посредственности. Вот. Ну, начали. Вы знаете. Когда. Вот. Я не могу успокоиться. Когда запретили ревьюторативную гибридизацию. Вот. Ирина Александровна. Вы же все же теперь будете. Я знаю, что про вас скажу. Вот. Я не знаю вас. Если этим заниматься. Можете остаться на задворках. Потому что. Это невозможно. Это же. То, что я говорю. Это такая ахинея с точки зрения науки. А с другой стороны. Заниматься чем ученые занимаются. Толку не. Ну, дай-то бог. Что вы где-то там. 50 годам. Кандидат наук. Зарплата 15 тысяч. Как было у этого. Вот у Скобилова. Завлаб. Где-то уже. Пенсионерам. Аж до 15 тысяч зарплату подняли. Ну, это что. А вот получается как. Вот сразу раз. И вот этот вот плод. Он стоит, допустим. Ну, как. 100 ваших зарплат. Вот эта ветка стоит примерно. 300 ваших зарплат. Которая может быть. Ну, вот ту. Вот. Если взять ветку на приех. Вот когда такими делами заниматься. Вот это да. Ну, я не знаю. Что будет через 20 лет. Будете сидеть у разбитого корыта. Или без гроша в кармане. Вот. С пенсией. Которая может чем меньше, чем сейчас будет. И на пенсию будет выходить в 65 лет. Или в 70. Если дальше пойдет. Я просто не представляю. Ведь перспектива огромная. Но осознать-то надо вот это вот. Только тогда. Теперь так. Значит. Посмотрим, что еще тут есть. Смотрите. 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 Смотрите.